Музыка Отношение к инструменту, который вылетает? Ну, тебе приходилось играть в квартирники. Ну, с Ямахой это просто слезы. То есть, понимаешь, Ямаха это было крушением мифа. Потому что с девяностострунной ленинградской гитары фабрики Луначарского там все понятно, понимаешь? То есть, понятно, что слепленный фабрично-совковый инструмент, понимаешь? Люди, которые шлепали их на этих заводах, они не вкладывают это в виде большого отношения. Какую не есть, понимаешь? Понятно, он не строил, там колки расползались. То есть, это была беспрестанная войнушка. Вот, это был момент фрустрирования. То есть, ну, знаешь, как мы с тобой бы говорили бы на фоне довольно громко шкварчащего холодильника, понимаешь? Ну, то есть... То есть, можно поддерживать беседу, но часть энергии отрегутируется вот на то, чтобы превозмогать нечто, чего бы на самом деле быть не должно. Вот. И при этом это голодные, затеканые совок, да? И это полунищие рок-музыканты, да? И мы там ютимся по каким-то подвалам. И время от времени в наши лапы попадают глянцевые каталоги с западными инструментами, на которых играют западные звезды. И там фигурируют какие-то имена. Мартин, Тейлор, там, Ямах. Гибсон. Я не буду... Вот такие обещают, и всякие обещают. Я оделанные перламутром. И не оделанные перламутром. Там околки такого-то. И околки всякого-то. Типа и струны такие, и струны всякие. И никелевые, и бронзовые, и бронзофосфорные. И бронзофосфорные, и бронзофосфорные. Ты-то просто, обтекаясь с ливнями, смотришь вообще вот на все эти глянцевые картинки, и у тебя подспудно вызревает мысль, что, ну это же фирма. Не важно, сколько это стоит, там, 3000 долларов или 300 баксов. Это сделано круто. Это не может быть плохим по умолчанию, потому что это фирменный инструмент. И когда в 89-м году каким-то чудом, я за какую-то вполне символическую сумму уступаю двенадцатеструнную Ямаху, а в России акцент, например, Ямаху, да? Денадцатеструнную Ямаху. И она как-то не звучит. Ты думаешь, что с инструментом все в порядке. Что-то не так с твоими пальцами, либо с твоими ушами, понимаешь? То есть надо не верить чему-то здесь, либо чему-то здесь, потому что фирменный инструмент, он, наверное, крут, не крут, ты. И вот этот момент трудного, мучительного осознания, что, да нет, пожалуй, это все-таки страшно подумать, лажа в инструменте. То есть это вот, вот эта вот глянцевая щепка с крутым фирменным названием, что просто вкусное сделано, при этом отвратительно звучащее, такое бывает. Вот принятие-то, что вот изображенное на глянцевой картинке каталога, оно перекочевало в твои руки, уже в размере один к одному, и оно не звучит. И это, тебе надо примириться с этой реальностью, понимаешь? И это был шок, культурный шок, что фирменный инструмент может вообще никак не звучать. Что за раскрученным, расфуфыренным, разрекламированным именем может быть просто пустота. для людей, которые живут сейчас, но они адаптированы к этому. Для людей моей генерации столкнуться с этим в очереди, это было шоком, настоящим шоком, понимаешь? И, собственно, обоехал Сергей с этой Ямахой и задал ему вопрос, вот есть японский инструмент, наверное, неплохой, но у него может быть что-то чуть-чуть не так, и если это чуть-чуть поправить, то он, наконец-то, зазвучит, как и должен, по задумке. Сережа простучал вдоль, поперек, сказал, что можно отапливать печку этим инструментом. Он сказал, что, слушай, давай так. Назвал он цену, не мелкую, но, в принципе, которую я мог потянуть, сказал, что он с нуля просто сделает инструмент для меня. И он сделал первые девятиструнные концептуальные гитары в апреле 90-го года. Субтитры создавал DimaTorzok